Владимир Золотого века Владимирской архитектуры, город этот смело придает своим древним улицам и перекресткам законченные очертания века XX. Но сегодняшнее наше путешествие в самое начало истории русского города Владимира. Золотые ворота. Историк архитектурный и военно-инженерный памятник Руси. Такими были главные ворота города во время штурма полчищ хана Батыя в 1238 году. Они остались неприступными. Чтобы ворваться в город, врагам понадобилось проломить стену. Такими золотые ворота дошли до наших дней. Под этой аркой проходили боевые дружины, принимавшие участие в ледовом побоище. Помнят эти камни посты пратников, шедших на поле Куликова и солдат Владимирского полка, которым командовал Суворов. Вписано в историю Владимира и славное имя Александра Невского. Знаменитый Успенский собор. Основан князем Андреем Боголюбским в 1158 году. Здесь были составлены первые Владимирские летописи. У алтаря собора возводились на княжении легендарные полководцы Александр Невской и Дмитрий Донской. Над внутренней росписью собора работал Андрей Рублев. В начале XIV века был это главный собор Руси. Храм Княгинина монастыря служил усыпальницей для женской ветви великокняжеской фамилии. Еще одно замечательное творение Владимирских зодчиков. Дмитриевский собор. Сооружен в конце XII века по велению князя Всеволда III. Собор славится великолепным резным узором, покрывающим почти две трети фасада. Он и сегодня покоряет величественными пропорциями. Эти и другие памятники Владимира и Боголюбской монастырь и всемирно знаменитый храм Покрова на Мерли бесценные свидетельства художественного таланта наших предков, воплощенные в камни их представления о красоте. КОНЕЦ